То, чем мы должны гордиться, беречь и сохранить. Страна и первый регион отметили День государственного флага, государственного герба и государственного гимна Беларуси. В Брестской области главное мероприятие, посвященное государственным символам, состоялось на площади Ленина областного центра. Яркие речи выступающих и молодежная клятва верности символам государства в репортаже Романа Аншица. На площади Ленина в областном центре сотни человек с символикой родной страны, воздушными шарами и лентами. День государственного флага, герба и гимна Республики Беларусь, объединяющий всенародный праздник, подтверждающий, что Беларусь – мирная страна, строящая независимое будущее, а белорусы – народ, чтящий и помнящий свою историю. Для меня лично национальные символы – это предмет поклонения. Все мы должны уважать и свято чтить их, для того, чтобы наши национальные символы уважали и чтили во всем мире. Безусловно, патриотизму невозможно научить. Патриотизм можно привить и привить своим собственным примером. Если каждый из нас будет передавать своим детям, своим близким стремление к тому, чтобы наша Беларусь была суверенной, чтобы она процветала под нашими государственными национальными символами, безусловно, у нашей страны будет светлое будущее. На площади собрались представители власти, сферы культуры, образования и науки, средств массовой информации. Те, кто оберегает покой и мирное небо над нашей страной. А право поднять государственный флаг предоставлено ребятам, отличившимся в учебе и общественной деятельности, учащимся школ Ленинского и Московского районов города Бреста, членам военно-патриотических клубов и истинным патриотам Родины. Для меня это большая честь, что от Ленинского района меня представили поднимать флаг. И, в принципе, этот праздник, я считаю, очень важным для государства, для народа в целом. Это очень волнительно. Для меня большая честь представлять свою школу 35-ю и Московский район. Этот праздник очень важен для нас, для молодежи, так как он в первую очередь развивает чувство патриотизма, «Любовь к Родине». Флаг, герб, гимн – это то, что отличает нашу страну от других стран. Мы должны гордиться этим. Для меня очень многое значит, что наше государство независимое, что у него есть свои атрибутики – флаг, гимн, герб. Это вообще большая честь для каждого гражданина нашей страны. Для тех, кто удостоился столь важной миссии, это особенный день вдвойне – признание заслуг и честь быть в центре площади под главным стягом. А гимн, слова которого отражают суть Беларуси и ее народа, «Путеводный маяк нации» звучит в этот день особенно торжественно и говорит о сути белорусской души. «Крючка» «Святый маяк нации» «Путеводный маяк нации» «Святый маяк нации» «Любовь к Родине» «Святый маяк нации» ПЕСНЯ Цвета государственного флага, отражающие судьбу белорусского народа, пролитую кровь ее мужественных защитников, природные красоты родной земли, молодость, трудолюбие и созидание, чистоту и примирение, мирное светлое небо над нашими головами и солнце, что сияет над Родиной, мы знаем с детства. Эти символы – отражение нашей души и мирных устремлений, преемственности поколений и созидательного труда на благо будущего. Государственные символы для каждого кадета Республики Беларусь имеют важное место не только в жизни и учебе, но и в повседневной готовности. Каждый человек, не просто кадет, а любой учащийся должен понимать, что герб, флаг и гимн Республики Беларусь – это самое важное. Что есть в государстве и есть в его жизни. Я горжусь символами нашей страны, и я горжусь быть гражданкой Республики Беларусь. Это гордость о нашей стране, это история нашей страны, это почитание граждан Республики Беларусь. Молодежи, чтобы они почитали старших, помнили о пращурах, которые завоевали им вот эти вот светлые дни солнечные в нашем мире. Чтобы не забывали этого. А если они не будут забывать прошлое, значит будущее у них будет счастливое. Смело идти вперед, не забывая прошлое, а таков путь белорусов. Для граждан, пришедших в этот торжественный день, государственные символы – это отражение сути белорусов и нашего национального государства. Дорога новых поколений. Под звуки марша и в исполнении оркестра празднование завершил проход военнослужащих Брестского гарнизона и офицеров силовых структур по улице Ленина. Замыкали шествия лучшие студенты Брестских вузов и учащиеся образовательных учреждений областного центра. Именно им предстоит строить будущее под этими государственными символами и оберегать мир и процветание нашей страны. Роман Аншат, Стигренокопян, телерадиокомпания «Прест».